Эти плодовые деревья, ветки которых перевешивают спелые яблоки, принадлежат садоводу Бахполоту Абдебаеву. Яблочные деревья, несмотря на заморозки, дают хороший урожай. Но и в свое время садовод приложил усилия для того, чтобы осень была плодородным. Это обычные сорта яблок. По данным садовода, плодовые данного сорта занимают один гектар его участка. Данный сорт яблок называется Стар Кремсон. Они высокие, как и многие сорта яблок. Урожай в этом году хороший, хотя весной были сильные заморозки. Мы смогли уберечь от них наши плоды. Уже скоро будем собирать. В основном ориентир берем на экспорт и, конечно, на внутренний рынок. Помимо этого, у него имеются карликовые виды яблок, общая площадь которых составляет 2 гектара. В плодовом саду растут яблоки таких сортов, как Стар Кремсон, Голден и многие другие. Особенность карликовых деревьев состоит в том, что плоды рано поспевают и дают много урожая. И собирать их тоже удобно. В основном они не требуют большого ухода и хлопот, отметил Бакбулот Абдубаев. Это полукарликовые яблоки. Особенность их в том, что они удобны при сборе урожая. Они, как обычные яблоки, не отдыхают годами, а каждый год дают хороший урожай. Также у них имеются все те сорта, что и у обычных. Превосходные, Старт Кремсон, Голден. Также они не требуют много участка. Их можно посадить близко друг к другу. При их ухаживании особых трудностей нет. На трех гектарах земли у садовода имеется пять-шесть сортов яблок. Все эти яблоки в основном хороши для экспорта. Среди них яблоки сорта Голден пользуются большим спросом в Казахстане, так как вкус данных яблок особенный и неповторимый. Садовод тоже предпочитает яблоки сорта Голден. Я предпочитаю яблоки сорта Голден, так же, как и казахи предпочитают этот сорт. У них особый вкус, особенно зимой они приходят в себя. Самый сок у них в Новый год. Хотя у каждого яблока есть свой особый неповторимый вкус. Если продавать яблоки сразу после сбора урожая, то они не принесут большой прибыли, так как осенью спрос и цены на них небольшой. В этой связи садовод хранит собранные яблоки до весны. Для этого он взял кредит по низким процентам от государства и построил 40-тонный холодильник. В этом году яблоки в данном помещении будет хранить второй раз. Осенью цены очень низкие, скупают по 25-30 сомов. Если их немного хранить, то под Новый год их цена намного поднимается. Нужно их уметь хранить, поэтому необходимо приобретать подобные склады. Мне кажется, у всех, кто занимается садом и деревьями, нужен подобный холодильник или склад для хранения. По Бакаятинскому району общая территория яблочных садов составляет 506 гектар. В последнее время фермеры упор ставят на карликовые сорта яблок, так как они плодородны и за ними легко ухаживать, отметили специалисты Управления аграрного развития. В последнее время садоводы стали большое внимание уделять интенсивным яблокам. Большие яблоки только спустя 10 лет начинают входить в вкус, а полукарликовые и карликовые деревья сразу после посадки. Через год и три начинают полностью давать урожай и уже во вкусе. А также они хорошо экспортируются в другие страны. Садоводы в основном упор ставят на саженцы, повезенные из Сербии. Плодовые деревья, которые переполнены яблоками, осенью будут собраны и пойдут на хранение до зимы и весны. Стоит отметить, несмотря на заморозки в этом году, по Бакаятинскому району урожайность не хуже, чем в предыдущих годах. Алтынай Джумалиева, Автандель Бақтыбеков, СТВ.